Всем привет, дорогие друзья! Канал Покашеварим в воскресенье, естественно, в это воскресенье, равно как и в предыдущие, так же как и в последующие, я не могу вас оставить без классного обзора. Сегодня выбор пал у меня на пирожковую номер один. Пирожковая номер один, очень амбициозное название, которое говорит о том, что это номер один. Но у нас уже были, ребята, и всякие шашлык номер один, и что-то еще номер один, и по-разному, иногда хорошо, иногда плохо. Мы заказали на 3,5-4 тысячи рублей, и основной прикол в том, что для них удобно, хотя на сайте этой информации нет абсолютно, для них удобно, когда вы заказываете за день до. Поэтому нам звонил оператор, а звонил нам оператор спустя минут 20, наверное, с момента заказа, и я уже, конечно, начал переживать, что заказ не пришел, но все-таки позвонили. Оператор уточнял, девушка уточняла, типа, вам что, на ближайшее время или как, или может там предзаказ, то есть для них комфортно, ну, учитывая, что пироги надо печь, для них, я так понял, удобно, когда делают предзаказ, там, на завтра, например. И тогда к определенному времени тебе привезут. Я сделал заказ в 10.50, и она нам сказала, что привезем до 2 часов, вас это устраивает, я сказал, что меня устраивает. Ну, это 3, сколько там, 3,5, нет, да, 3,5 часа получается, в общем, фиг знает, когда привезут, ждем. Друзья мои, 12.40 привезли не в 2 часа, ну, до 2, как и обещали, но не в 2 часа привезли за час 50 пироги без предзаказа. Хорошо ли это, плохо ли, фиг знает, я-то ждал до 2, то есть я уже успокоился, мы даже с Димой собирались что-то другое тут снимать, тут звонок в дверь, приехал курьер. Значит, сразу что хочу отметить, вот, все брендированные, коробочки, брендированные, такие ровненькие, одинаковые, и вот оно что, ребята. Первый раз мне привозят сдачу, не выгребая откуда-то из кармана, а привозят сдачу в формате взятки, вот. Сдача с 5000 рублей в конверте. Ой, что вылетело, это просто их визитка, сдать, все, все четко, под расчет, даже с рублями. Это классно, вот, доставки, учитесь, если у вас хотят получить сдачу, гораздо удобнее, чтобы это было прикреплено к чеку, это было прикреплено к чеку, и сразу человек получил, и все не парится. У нас морсы, морсы, не холодные морсы, компотики всякие, в общем, но пироги горячие. Пироги долго сохраняют температуру, поэтому я вообще никуда не тороплюсь. Ладно, давай померяем температуру. Оп, 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 сколько я пирогов-то заказал? Все пироги, по-моему, у них по килограмму, то есть там нет особой разницы. Ну, блин, ну они все горячие, вот даже если коробку вот так снаружи бахнуть, 52 градуса будет коробка. Так, вот смотри, каждый пирожок подписан, видишь, оп, пирог, номер один пирог с чего? С шпинатом и брынзой, вау, это моя любовь. Так, вот так вот они упаковывают пироги, хорошо-то как. Так, 66 градусов. Ну, поверьте мне, поверьте мне, что все пироги одинаковой температуры. Хотя у нас есть еще не пироги, а пирожки. С пирожками тоже интересная история, сейчас расскажу. О, вот оно, какой, блин, как будто от бабушки приехали. Ты посмотри, ну они тоже горячие, 60 градусов, чуть похолодней. 36, это что такое? 57, 60 градусов, то есть тоже горячо. Отлично. Чего не скажешь про морсы. Все тоже подписано, то есть сколько чего там содержится. 22 градуса. Ну, чисто, чисто комнатной температуры. Может быть под зиму уже, сейчас все-таки уже прохладно. 21 градус. Ну, для меня эта температура некомфортная для напитков. Должна хотя бы градусов, там, 18 быть, тогда это вкусно. Что значит насчет вот этих пирогов, хотел сказать. Заказать их поштучно нельзя. Заказ от 5 штук. Соответственно, я какие-то заказал, там, по-моему, с мясом, с капустой. И минимум заказ 5 штук каждой позиции. Хотя цена на сайте стоит за одну штуку. Не очень понятно. Давайте тогда за комплект. То есть, что я меньше, чем за 250 рублей купить пирогов себе не могу. Пироги номер 1. Кстати, сайт у них приятный. Сайт мне понравился. Заказ очень удобно у меня прошел. Все по разделчикам понятно. Заказал. Заказ ушел. Но вот обратная связь была спустя 20 минут тоже. Ну, то есть, и так, и так, и так. Но в целом у меня негатива нет. Учитывая, что мне привезли на час... На час 20 раньше, чем я, в общем-то, ожидал. Это приятно. Хотя и долго. Вот бывает же такое. Везут долго, но приятно, что раньше, чем планировалось изначально. Все. Погнали пробовать пироги. Сто лет таких обзоров не было. Первый у нас, ребята, идет пирог с ветчиной и сыром, который стоит 790 рублей. Должен весить килограмм. А я не вижу. Ты видишь что-нибудь там? Кило 40. Кило, да. Кило 39. Кило 40. Нормально. Смотри. Значит, пироги штука такая. Конечно, блин, хорошо, когда они хорошо выглядят. Здесь они выглядят хорошо, потому что они, видишь, они из теста делают еще какие-то украшения. Звездочка, листочек. Тут цветочек. Вон, что-то такое. Довольно симпатично выглядит. Мне нравится. Давай посмотрим, что там внутри. Конечно, то, как это выглядит, это чуть-чуть второстепенно, но в целом тоже важно. Видишь, да, пергамент. Смотри. Вау, туда прям нож проваливается. Ну что, ребята, интрига. Пирог. Пирог с ветчиной и сыром. Теста много. Теста много. Думал, будет чуть-чуть поменьше. Тесто очень пышное. Очень мягкое и влажное. Но при этом и начинки довольно много. То есть, мы видим ветчину, видим сыр. И все это как-то вместе. Тесто при этом пропечено. То есть, ну, видно, что оно до самой начинки, оно как бы такое пушистое. Дай-ка я попробую тесто отдельно. Такое нейтральное, чуть-чуть сладенькое тесто. Не отдает дрожжами, что приятно. То есть, тесто, тесто такое чисто пирожковое, нормальное тесто. Когда это в пицце, мне это не нравится. Когда это в пирогах, мне это нравится, соответственно. И вот начинка, она прям выдавливается оттуда. Пахнет все ароматно. Там еще лучок замешан туда, судя по всему. В описании нет, кстати, ничего про лук. 790 рублей стоит килограмм. То есть, чуть меньше 100 рублей. Ну, тут рублей 80 за... Че я туплю? 79 рублей за 100 граммов. 790 рублей за килограмм. Математика, пока что варим. Все, пробуем. Прямо жирно-сытно. Жирно-сытно прям. Ты ешь и чувствуешь себя русским князем, которому наготовили растягаев пирогов. Это, конечно, не классическая начинка для пирогов. То есть, в основном мы привыкли там что-то... Ну, либо сырное, сыр с чем-то зеленью, или мясо, или капуста. Яйца, рис, вот это все мы привыкли. Ветчина-сыр не совсем, наверное, типичная штука, но тем не менее вкусно. Что касается ветчины, нормальная ветчинка. Я не пойму, какая, наверное, свиноговяжья вот эта вот, миксованная. Даже судя по цвету. Сыр какой-то вроде обычного российского. Ну, и лучок, кстати. Лучок в тему в такой начинке. Прикольно, он похрустывает. Или это вообще капуста, не пойму. Лук или капуста, неважно. Короче, в тему. Хрустинка. Довольно, довольно нажористо. Довольно нажористо. 790 рублей. Ну, это аналог, наверное, пиццы в какой-нибудь хорошей пиццерии. Типа Папа Джонс, да? Но это пирог. Это пирог. Идейно другое блюдо. По цене и по, в принципе, качеству того, что я получаю, приблизительно сопоставимо с хорошей пиццерией. Ну, это, конечно, тупо сравнивать с пиццерией. Не, ребят, я не это хотел сказать. Я имею в виду, что... Сейчас скажу еще хуже, короче. В общем, давайте остановимся на том, что было. С ветчиной и сыром довольно годный. Мне понравился. У меня сын любит такие штуки, где ветчина и сыр. Поэтому у меня сын точно кайфанет. А я хочу кайфануть. О, шпинат и брынза. Вот это моя тема. Вот это я люблю. И брынзу, и шпинат. Я как моряк Папай. Так. Кило 74. Смотри, ну даже чуть не до весы. Стоит 690 рублей. Дешевле, чем с ветчиной и сыром. Один килограмм. Соблюдается. Давай посмотрим сейчас. Я хочу для вас коробки открывать. Чтобы вам было поведнее. И давайте попробуем эту красоту вскрыть. Вот здесь, кстати, другой уже рисунок. Видишь, то есть у них, видимо, под каждый вид пирога свой какой-то особый рисуночек. Оп, давай, давай, давай. Много, чтобы было всего. Много и ветчины. Ой, и шпината, и брынзы. Оп, ну вот, кстати. Вот здесь сочетание теста и начинки, мне кажется, даже лучше, чем в том было. То есть, смотрите, тут нет такого толстого вот этого борта. Много шпината. Брынзы не так много. Тут основу все-таки, наверное, составляет шпинат. Ну, клево выглядит. Скажи, вот эта румяная корочка. Немного на этот раз теста. Хотя оно довольно вкусное. Ох, вот это мне нравится. Я люблю такие пироги. Для меня вообще кайф, ребят. Я знаю, что это на любителя. То есть, это чисто вкусовщина. Мы тут как-то... Я для вас, конечно, постараюсь сделать общее ощущение от пирогов. Но тут выскажу свою вкусовщину. Вот я обожаю. Шпинат брынзы или шпинат сулугуни. Или шпинат любой другой какой-нибудь сыр. Или просто шпинат, это клево. Вот здесь вот красивый зелененький шпинатик под запеченный. Соленый сырочек. Его немного, кстати. Я, может быть, хотел чуть побольше сыра в начинке. Но, тем не менее, я кайфанул. Мне нравятся такие пироги. Вот, это вкусно. И, действительно, когда начинки много, ты кайфуешь. Ты кайфуешь. Когда начинки мало, то есть, я представляю этот же пирог, но тут начинки в два раза меньше. Мне было бы без удовольствия. А тут сделано от души. Опять-таки, не дешево, да? 690 рублей. 690 рублей. Офигенно. Учитывая, кстати, что шпинат, в принципе, не дешевый. То есть, ну, понятно, что у них, наверное, там какие-то свои поставщики и всякое такое. Но шпинат не дешево. Вот мне просто простому смертному пойти купить шпината в заморозке, ну, обойдется нормально. То есть, в принципе, я думаю, не намного дешевле, чем ветчины и сыра купить. Вот, учитывая, что здесь еще и сыр-то, брынза хороший. В общем, тоже понравилось. Вообще, мне пока нравится. Но вы понимаете, что тут в этом обзоре явно не будет провала никакого. То есть, пока то, что мы видим, оно все достойно. Пирог с кап... А, это пироги с капустой. И вот еще какой-то пирог. Это пирог с мясом. Я, естественно, не мог не заказать с мясом. С говядиной и картошкой. Кстати, вот это непонятная тоже тема. То есть, они миксуют. Миксуют начинки. И заказать просто пирог с говядиной, например, или куриный пирог, там, какой-нибудь курник, где нельзя у них. То есть, у них есть говядина-картошка, там, говядины-грибы, что-то такое. Ну, то есть, берут дорогой продукт, подешевле продукт, смешивают, вроде начинки много. В этом тоже есть приколюха, я так понимаю, в том числе и ценообразование. Вот, то есть, если бы это был просто пирог с говядиной, и говядина там было бы половину, как минимум, ну, судя по начинке, да, то он бы не стоил бы 630 рублей, он бы стоил дороже. Вот, но учитывая, что там он замиксованный, то цена 630 рублей, она весьма адекватная. Ну, вот мне даже интересно соотношение говядины и картошки в этом пироге. Давай посмотрим. Слушай, ну, взвешивать я не знаю. Я сейчас вот просто, ну, давайте, поверьте мне. Сейчас я включу. Да будет килограмм, то есть, они явно, выглядят они абсолютно одинаково. Ну, а вот здесь кило и 8 граммов, между прочим. А, ну, а что, между прочим, у меня же коробки нету, поэтому тоже соблюдено. Так. А, ну-ка, девочки. Ну-ну-ну, говядина или картошка? Чего будет больше? Давай посмотрим. Блин, ну нормально. Смотри, вот с этой стороны видно, что картошки больше, а с этой стороны смотришь. Тут говядины больше. Примерно один к одному в целом. Картошка, причем не пюре, да, а кусочки картошки. И вот она, жареная говядина. Хорошая, хорошая. Здесь тесто тоже попышнее чуть-чуть. Отличная говядина. Очень сочная, влажная начинка. Тесто у них, знаешь, такое вот, как вам объяснить? То есть, не просто оно дрожжевое, вот как мы для пиццы делаем, да, то есть, там, для пиццы что? Вода, соль, сахар, оливковое масло, дрожжи и мука. Тут это такое сдобное тесто, то есть, там есть масло в этом тесте, там есть желтки или яйца целые. То есть, оно такое, оно какое-то ароматное. Я не знаю, как объяснить. То есть, ну, давайте остановимся на том, что это сдобное, хорошо приготовленное тесто. Чуть-чуть сладковатое, чуть-чуть солоноватое. И вот такое вот нейтральное. То есть, отдельно ты есть его не будешь. А вместе с начинкой это классно. Вот эта штука с говядиной и картошкой. Реально круто. И, пожалуй, наверное, вот из всех, что мы ели, несмотря на мою даже любовь к шпинату, пожалуй, это вот самый вкусный пирог сейчас из всех, что мы попробовали. Стоит он 630 рублей. Не дешевый, скажем, а дешевле, чем остальные, да. Слово дешево к продуктам, которые стоят по 700 рублей. Странно применять, но, тем не менее, он дешевле своих собратьев. У меня есть еще пирожки и пирог сладкий. Пирог сладкий пока пускай стоит. Вообще, давай попробуем напитки. Я заказал разные напитки. Они стоят у них, но за напитки они не стесняются денег брать. 90 рублей морс из клюквы, морс из черной смородины и морс из лесных ягод. То есть, тут вот одни морсы. Окей, давай попробуем. Так. Это морс из черной смородины. Набодяжена бабушка, бабушкина варенье, что ли, так это выглядит. Давай попробуем. Нет, ребята, это не разбодяженное варенье. Действительно морс, то есть, выдавлен сок ягод. Вот. Напишите, кстати, в комментах, хотите. Я все давно у меня уже заготовленные и ягоды замороженные, и клюква всякая. Хочу вам показать, снять ролик о том, как я готовлю морс дома. Ну, можно там с брусникой, с клюквой, неважно, любые могу приготовить. И как я готовлю компоты. То есть, прям один ролик снять по морсам и по компотам, чтобы вот в одном ролике было. Напишите в комментах, стоит такой ролик снять, интересно вам или нет. Потому что я считаю, что мои морсы домашние, мои компоты всегда топовые, выверенные. Все, у меня семья очень любит. Ладненько, что у нас там второе? Морсы с клюквой. Ай да. Очень вкусно. В плане, я имею в виду, вкусно, что не пожалели ягод. То есть, не здесь, не здесь прям хороший насыщенный вкус. Но, как по мне, слишком сладкий. И этот, и этот. Причем в клюквенном сладость чувствуется даже сильнее, чем в черносмородином. Мне кажется, вот для простого потребителя, для среднестатистического, это будет сладко. Вот. Чуть поменьше бы сахара. Потому что прям приторно, приторно. С другой стороны, если запивать, опять-таки, вот пироги, вот эти сытные пироги там с мясом, наверное, эта сладость, она распределится как бы и будет не так заметно. А третий у нас из лесных ягод. Вода питьевая, черника, клубника, малина, ежевика. Офигеть прям. Причем запах вот отсюда прям ежевики. То есть, других запахов я не чувствую, а ежевичные чувствую. Круто. Самый неочемный морс. Не выцепить ни одного вкуса. Запах ежевики ты выцепляешь, а вкус не выцепляешь. То есть, он какой-то очень обобщенный такой. Я не люблю все эти миксы. То есть, вот как по мне, так лучше вот честную клюковку взять. Если еще будет там не меньше сахара, вообще топчик. Или смородину. Серьезно. Еще бы вот к этому списку бы добавить. Вот здесь бы стоял брусничный. И еще там поменьше сахара, потому что брусника сладкая. И вот здесь вот какой-нибудь компот. А, два компота. Компот какой-нибудь, микс. Типа компот. Разные ягодки. И здесь компот из сухофруктов. Во, все. Будет идеальная, идеальная вот такая вот череда собственных напитков. Вот так вот. Было бы классно. Ну, а так вкусно. Вкусные морсы. 90 рублей. Дорого, но вкусно. Но сладко. Но дорого. Но 90 рублей. Бла-бла-бла-бла-бла. Ладно, пирог у нас. Пирожки. Вот эти. Те самые, которые нельзя взять поштучно. Нет. Пирог с лишней. А где пирожки? И, блин, вот это были пирожки. Все правильно. Вот они. Вот видите, вот пирожки, да? То есть тут у меня с капустой есть пирожок. Он стоит 1,45 рублей. Ну, как я и говорил, один не берешь. Берешь, умножаешь на 5. Получаешь 5 и есть с говядиной и луком. Тут были упаковки, в которых написано, с какой стороны какой пирожок. Но мне все равно. Я могу себе позволить сломать. Пожалуйста. С говядиной и луком, ребята. Вот это честная начинка. То есть в большом пироге ты такого не найдешь, либо я не нашел у них на сайте. Здесь говядина и лук. Вот это честно. То есть нет там ни риса, ни картошки. Чисто говядина, пожаренная с луком. Выглядит она так же, как и в том. То есть хорошая явно говядина. И вот пирожок с капустой. Берем рандомный. Я надеюсь, я угадал. Да, ничего не перемешал. Пирожок с капустой. Чуть-чуть подтушенная капуста. То же самое тесто. Выглядит здорово. И тот, и другой пирожок прекрасно выглядит. Начиналось чуть лучше, чем закончилось. Пирожки с капустой. Слюнявая капуста внутри. То есть она перетушенная. Ну, знаешь, такое бывает. Перетушенная. Мне очень нравятся эталонные пирожки, которые в моей жизни вообще присутствовали. Это жареные пирожки на творожном тесте. У меня, кстати, есть рецепт на канале. Опять-таки, с тушеной, сладенькой такой, сладковатой капустой. От моей бабушки. Вот это пирожки номер один. И сочетание жареного теста, творожного и... Вот этих сладкой, сладкой, еще хрустящей капусты. Вот это идеально. Здесь же тесто классное. Тесто хорошее, мне нравится. Но начинка совершенно не нравится, потому что уже передержанная капуста. Она слюнявая. Она не аль денте, что ли, вот так сказать. То есть она не похрустывает на зубах, понимаешь? Она как каша такая. Мне не нравится такая начинка. Плюс она недосоленая. Плюс она недосоленая. В общем, пирожки с капустой мне вообще не зашли. Это очень странно. Выглядело все гораздо веселее изначально. Но вот пирог с мясом, давай попробуем. Тут вообще нечему расстраиваться, мне кажется. Тоже ощущение сухости. Вот тот пирог, большой, с говядиной и картошкой, гораздо вкуснее, чем эти пирожки. Хотя, ну, очевидно, говядина та же. Но есть ощущение, что здесь она тупо сухая. То есть это такой, ну, сухомятка прям. Сухомятка капитальная. Там, видимо, влажность из-за объема, может, сохраняется. Или из-за того, что там картошка, которая тоже такая чуть влажно-крахмальная. Хрен его знает. То есть пирожки мне вот эти не зашли. По тесту клево. То есть приготовленный очень аккуратно, здорово. То есть они выглядят, выглядят очень аппетитно. А по факту не очень вкусные. Ни тот, ни другой. Ни с капустой, ни с мясом я бы брать не советовал. Вау! Неожиданный поворот, ребята. То есть большие пироги прикольнее. Ребята и девчата, у нас последний пирог остался. Это пирог с вишней. Мука поваренная, ванилин, загуститель натуральный. Загуститель натуральный. Интересно, это какое-то? Желатин мне не очень нравится. Хотя он натуральный. А если тут пектин, который, наверное, скорее всего тут и используется. Потому что все-таки вишня. А в вишне в самой много пектина довольно. Вот, поэтому можно загущать, мне кажется, и так просто временем. Вот когда ты делаешь там, этот, пастилу там, да, из смородины, из вишни. Она, блин, густеет со временем. Потому что пектина дофига в ягодах. Вот, в общем, ребята, пирог с вишней. Красавчик, красавчик. Вот такой вот пирог, ребята, с такими красивыми узорами. Стоит 690 рублей. Пирог с вишней. Тут даже не надо далеко ходить. Видно начинку прям снаружи. Видно, что ее много. А когда вишни много, я сразу ставлю лайк. И вы можете, кстати, тоже поставить лайк. Да, у-у-у-у. У-у-у-у, смотри, как богато. И реально такая жилеха, смотри, жилеха. Ну, не поймешь, вот, то есть, чем они загущали. Это может и желатин быть. Черт его знает. По вкусу я тоже не смогу определить. Я пытаюсь пока распробовать. Ну, то есть, как понять. Вообще, когда ты... Желатин же... Я извиняюсь, конечно, может, кто-то не знал. Но желатин, это же фактически кости перемолотые. Ну, утрировано, да. Кости, жилы, высушенные перемолотые. Животных. Вот. Пектин это растительный загуститель. Агар-агар это тоже растительный из водорослей. Пектин из вот всяких ягод там, типа такого. Соответственно, здесь, ну, может быть, агар используют, кстати. Вполне вероятно. У желатина есть свой такой запах. Ну, костный, да, фактически. То есть, запах кости. Запах холодца, скажем так. Вот. И он иногда чувствуется. Здесь я не чувствую. Поэтому не знаю, какой из натуральных загустителей они используют. Хрен его знает. Кстати, салфеток нет. Улепался. Вот салфетки надо давать, ребят. Вы что? У меня, конечно, дома-то все есть. Довольно часто заказывают наработку. Люди там в офис проставятся. Салфетка надо давать много к пирогам. Особенно вот к таким. Короче, вишневый пирог офигенный. Очень вкусный. Отлично. Кисло-сладкая начинка. Плотная вишня. Я подозреваю, конечно, что это замороженная вишня. В этом нет ничего плохого. Она очень похожа и абсолютно на свежую вишню. Вишню приготовленную в пироге. Даже, пожалуй, лучше. Наверное, замороженная вишня, она лучше даже сохраняет свою вот эту структуру. В общем, в целом, ребята, и вишневый пирог, и все, что были до этого, кроме маленьких пирожков, мне зашли. Зашли на ура. Я бы даже не отказался. Пироговую Штолли есть популярная. Мне кажется, они гораздо более известные, чем вот эта пирожковая номер один. Я бы назвал ее, кстати, пироговая номер один, потому что пирожки там вообще не ключевую роль играют. Штолли, они более популярные. Мне кажется, цены у них, наверное, примерно сопоставимые. Я не сравнивал. На Штолли тоже снимем обзор какая-нибудь. Кстати, я что-то вообще про них забыл. Сейчас вот вспомнил. И мы заказывали Штолли. Они появились раньше всех, или Штолли. Мы заказывали в офисах. Это всегда было недешево. То есть, всегда пироги у них были довольно дорогие. И у них было, я вот помню, как сейчас помню, работаю в офисе и заказываю на какую-нибудь проставляшечку. У меня постоянная была путаница. У них огромный выбор был. То есть, там есть пирог там 300 граммов, пирог 400 граммов, пирог там полтора килограмма. А во внешне на картинках они выглядят все одинаково приблизительно. И ты когда заказываешь, тебе постоянно надо напрягаться, а ты достаточно ли заказал. Вот тут вот красавчики. Я пироговый номер один, пирожковый точнее номер один, прям определенно респектую за то, что они сделали абсолютно понятный формат. Все пироги по килограмму и все пирожки по 5 штук. Тоже более-менее понятно, хотя я бы заказывать не стал. Вот тут немножко, немножко вот нестыковка, конечно, с ценой на сайте и тем, что надо заказать 5 таких. Короче, это хорошо. То, что понятно, это хорошо. Я люблю, когда понятно. По итогу мне понравилось. Ставим оценки. Ставим оценки пирожковый номер один. И подводим итоги. Да я уж подвел, что и так все понятно. Оценочки. И, честно говоря, обожжался. То есть, ну реально сытный. Я сейчас сижу, немножко уже такой. Ща бы подушечку, теплый пледик. Вот это все. Короче, выставил я оценки. Вот они, вы видите здесь на экране. 81 балл набирает пирожковый номер один. Я считаю справедливым. Да потому что я считаю справедливой свою оценку. Я ее сам делал. Ха-ха-ха. Вот так вот. Короче, за цену ставлю 4. Понятно, почему за цену ставлю 4. Потому что, ну, цена нормальная, по идее. Да, меньше сотки за 100 граммов. Ну, то есть, это такая для доставок цена хорошая. Вот. Но, тем не менее, не самая низкая, которую можно представить. Вот. Поэтому ставим 4. Вкус-качество я ставлю 4,5. И, серьезно, я бы поставил 5, если бы не эти маленькие пирожки, которые мне вообще не понравились. Ожидал, что понравится хотя бы с говядиной, но нет. Ни с капустой, ни с говядиной, ни алло. Ну как, ну они съедобные, но, короче, невкусно. Соответствие. По граммам, по внешнему виду, все соответствует тому, что я ожидал. То есть, мои ожидания оправданы. И поэтому ставим 5. За сервис ставлю 3 по нескольким причинам. Первая причина. То, что все-таки вот эти непонятки со временем. То есть, когда, что привезут. То есть, ну вот, если все-таки компания знает, что ей стабильнее работать по предзаказам, то на сайте должна быть инфа, что по предзаказам. Или хотя бы информация, что если вы заказываете день-день, то мы вам привезем, но привезем там в течение 3 часов. Эта информация должна быть до того момента, как я закажу. Второй момент. То, что мне перезванивали долго. Тоже немножко как-то не стыкуется, да. И что еще? А, и не дали ничего. Ни салфеток, ни ничего не дали. То есть, вот такой комплектации. Да даже опять-таки, да, если ты заказываешь в офис. То есть, пицца обычно порезана. Пироги, естественно, никто не режет. Ни такие вот русские, назовем их. Ни осетинские. Они приезжают целиковые. Так можно дать какой-то, я не знаю, типа ножичек, там хоть пластиковый, чтобы люди могли это порезать. А в идеале вообще, я не знаю, это ж на компанию заказывается. Кладите каких-нибудь сверху дешевых пластиковых тарелочек. Ну просто вот сколько я там, 6 кусочков, 8, 8 тарелочек в пирог положили. Они стоят копье, ребята. И ножичек, и все. И ребята разложат, все будет здорово. Вот это будет сервис, прям серьезно. Пока 3 балла. За скорость я ставлю тоже 3 балла. То есть, несмотря на то, что мои ожидания превзошла компания. Я ждал гораздо дольше. Привезли раньше. Но тем не менее, все равно, да, как бы 2 часа, час 50-2 часа. Это долго для любой доставки. Это не умаляет достоинства. Я понимаю, что это пироги, что их надо выпекать. Я отдаю отчет. Но учитывая, что у нас рейтинг, как бы, рассчитан на... Сделан для выбора людей, чтобы люди могли выбирать. Я, естественно, ставлю 3 балла, чтобы люди понимали, что это неплохая компания. Но просто тебе в ней надо будет ждать какое-то время. Вот. То есть, доминос тебе привезет за полчаса, за 40 минут, да, пиццу. А пироги ты будешь ждать 3 часа. Это твой выбор. Вот. Если ты готов, например, за... Вот этот вкус поиметь у себя, грубо говоря, дома, то подождешь. По температуре 5, шикарно, просто. Большие пироги сохраняют отличную температуру. Ну и лайк от меня, критерий, как бы, такой новенький, да. То есть, который означает, советовал бы ли я и заказывал бы ли я. Да, да, определенно, да. Мне это понравилось, мне этот формат нравится. Пироги это клево. И данные пироги это клево тоже. Вот. Так что такие дела, ребята. В общем, все. Спасибо, что посмотрели. Пирожковый номер один в целом порадовал. Красавчики. Ждем следующее воскресенье. Закажем где-нибудь еще что-нибудь вкусного или нет. Всего вам вкусного. До скорых встреч. Что-то я вообще, Димасик, ну такой капец. А ты-то, кстати, успел перекусить пока? Семки ставят. Да я. А, ты еще от первых съемок, да? А, так мы же еще снимали. Я думал, что я умираю уже? Вот что я умираю-то уже. Тяжко, тяжко. Тяжко, тяжко.